Передайте, спасайтесь, пацаны, спасайтесь! Гресса просто нет. Сравнялся в один уровень с Каховским морем. Вот наши дни продаются, острова нема. Бачишь, нема острова. Если все пройдет, как говорится, по плану, как в песне гражданской обороны, то на Днепре есть еще другие ГЭС, с которыми, я думаю, стоит разобраться. ГЭС взорвут и все смоют в СУ. Что, на другом береге? Это и на Херсон вода пойдет или нет? Да, на левый берег, на Херсон. На левый берег. Полностью Херсон смоют. Все там, кого надо, все убрали. Знаешь это, из двух зол выбирать меньше. Мы заменили. То, что дамбы взорвут, это точно. Это будто, что будет. Уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны. Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия. Последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона. Экологические последствия. И последствия иного характера, которые еще предстоит установить. Я сейчас проехал по городу Новая Кохловка. И, собственно говоря, по тем городам, которые находятся на левом берегу. Люди большей частью спокойны. Работают. В нескольких кварталах отсюда вообще не ощущается такое присутствие большой воды. Так, все, надо ехать. Такие вот у нас дела веселые. Логичка поднялась. Здорово. Веселые. Такие вот дела. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чем не спрашивал. Половина третьего утра. В это время, как заявила украинская разведка, была повреждена Каховская гидроэлектростанция. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил в подрыве гидроэлектростанции 205-ю мотострелковую бригаду российской армии. Как подчеркивают украинские власти, взрыв, вероятно, произошел в машинном зале этого объекта. Потоки воды из Каховского водохранилища устремились вниз по течению Днепра. Под угрозой затопления, по сообщению украинских властей, оказалось более 80 населенных пунктов. На правом берегу, который контролируется Украиной, и на оккупированном России левом. Сама Каховская ГЭС, как заявили в Укргидроэнерго, не подлежит восстановлению. Она просто ушла под воду. Сейчас власти срочно эвакуируют жителей населенных пунктов, которые могут оказаться затоплены. В некоторых из них, как в Новой Каховке, вода поднялась уже на 10 метров. В 10 часов утра по местному времени украинские власти эвакуировали из Херсонской области 742 человека. Об эвакуации жителей предупредили также оккупационные российские власти. Они утверждают, что вывозят жителей затопленных населенных пунктов всего на три дня. В Новокаховском округе оккупационные власти также объявили о введении чрезвычайного положения. Сохраняется опасность также для Запорожской атомной электростанции, воду для охлаждения, которой забирали из Каховского водохранилища. Пресной воды в результате взрыва лишиться может также оккупированной России и Крым. Ясно, что нет у Украины вообще в случае такого оружия, которое может эту дамбу разрушить. Такого рода разрушения, по-моему, можно вызвать только именно подрывом дамбы с помощью заложенного в ней большого количества взрывчатки. Что, очевидно, и было сделано. Хотя есть еще всякие теории, что дамба просто из-за повреждений и недостаточно открытия различных технических створок для прохода воды и плохого технического состояния. Произошли какие-то разрушения, которые не вызваны напрямую взрывом. Но, скорее всего, все-таки это был намеренный подрыв с российской стороны, очевидно, с понятными целями, чтобы еще более затруднить возможные попытки наступления украинских вооруженных сил. Вот от дамбы и до устья Днепра это и так очень сложно, поскольку требует массированного форсирования Днепра в его нижнем течении. А теперь там стало еще больше воды, и поэтому это, возможно, еще более сложная задача, хотя не факт, что украинцы собирались именно там это делать. Принимая во внимание то, что вы только что сказали, уничтоженные огневые точки российской армии, уничтоженные укрепления, которые на левом берегу Днепра российская армия строила все последние месяцы после того, как отступила из Херсона, сложно, честно говоря, поверить в то, что взрыв на Каховской ГЭС мог каким-то образом быть выгоден Кремлю, если такие большие потери, в том числе в плане оборонительных сооружений, которые были построены. Вполне возможно, но мы точно не знаем всего комплекса причин и логики, по которой мыслят в российском командовании. Иногда, кстати, может быть, например, есть еще такое явление, как незапланированный подрыв боеприпасов, которые, например, отступающая сторона, таких примеров в истории немало, заранее закладывают в мосты, в плотины такого рода, чтобы взорвать, когда приблизится противник, и не дать ему перейти. В свое время, например, такой случай был у Вермахта, когда раньше времени взорвались заложенные заряды в мост, и из-за этого были наказаны многие немецкие офицеры, и после этого лично Гитлер, это было в конце 1944 года, выдал приказ, который запрещал держать, например, вот такие заряды для подрыва мостов на Рейне, внутри этих мостов. Они должны быть складированы на восточной, на немецкой стороне, и только в последний момент, когда было видно, что американцы с англичанами начали наступление, нужно было их срочно закладывать в специально подготовленные для этого места на мосту, который должны были подрывать, и знаменитый случай, когда мост в Ремагене, из-за этого не успели подорвать весной 1945 года, и американцы беспрепятственно перешли через рейд. Поэтому иногда, еще раз, не забывайте, что если заложена взрывчатка, а мы знаем, что она была заложена, там уже после отступления российских войск в ноябре-декабре прошлого года, она могла даже сдетонировать случайно, да, из-за какой-то проблемы с дистанционным управлением, или из-за попадания какой-то, например, украинского снаряда или ракеты случайно сдетонировать, да. Но, естественно, тогда за это несет ответственность сторона, которая заложила там взрывчатку. Еще слишком рано давать какую-либо содержательную оценку деталям. Но стоит помнить, что единственная причина, по которой эта проблема вообще возникла, это неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину. Мы продолжим оценивать развивающуюся ситуацию. Но лучшее, что Россия может сделать сейчас, это немедленно вывести свои войска. Разрушение плотины в Каховке сегодня подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это возмутительный акт, который еще раз демонстрирует жестокость войны России в Украине. Важно занять четкую позицию по этому вопросу. Это то, что присоединяется ко многим преступлениям, которые мы наблюдали в Украине и которые совершались российскими солдатами. Это часть этой войны, которая всегда наносила удары по гражданским объектам, городам, деревням, больницам, школам, инфраструктуре, которые в первую очередь не были бы связаны с военными действиями. И поэтому это нечто, имеющее новое измерение. Но оно вписывается в то, как Путин ведет эту войну. Ну ладно, не хотите видеть в нашем лице друга и союзника, но зачем же делать из нас врага? Субтитры создавал DimaTorzok